Всем здравствуйте! Могилёв, спорткомплекс Олимпийц. Решающий матч Кубка Беларуси, финал четырёх. Машека. Удивительная команда. Суббота одолевшая Мешков Брест. Потрясающим по закрутке матча против минских армейцев. Вот интересно, кстати, кто же в воротах Машеки начнёт эту игру, потому что начинал этот прошлый матч, помним мы, основной голокейпер команды Вадим Котов. Но, по ходу второго тайма, даже в начале второго тайма заменил его Матвей Крепчик и выдал фантастический перформанс в воротах своей команды. Ну, давайте честно, без вратаря, наверное, андердог у топового коллектива, наверное, такие матчи не выиграет. То есть тут всё должно сойтись, и фортуны, и самодачи полевых, ну и, конечно, помощь вратаря. Вот Пелюкана показали, гонбалисты Гомеля. Ну, много здесь игроков, которые расположились на трибунах. Так что интересно, вот, возможно, на этот счёт матч Матвей Крепчик, ворота Могилёвской команды. Состав в вашем внимании ещё раз. Ну что ж, СКА проиграл чемпионат БГК имени Мешкова. Машека был четвёртым в итоге таблицы за Гомелем, но вот шанс есть у армейцев взять трофей и стать восьмикратным длительным Кубком Беларуси. На позиции правого полусреднего третий номер Ладутька, и на позиции правого крайнего номер пятнадцатый это Сотник. Интересно, Моторин не выходит со старта. Это очень интересный ход от рулевола Могилёвской команды. УСКА в воротах номер двадцатый Ковалёв, четырнадцатый Никонович, двадцать седьмой Кривенко на краях, тринадцатый Алёхин, семьдесят четвёртый Бохан, седьмой Гирик и номер сорок семой Белявский. Такая стартовая шестёрка УСКА. Ну, Буховский будет выходить в атаку, наверное, Милявскую будет менять. У Машеки, возможно, два изменения при переходной фазе. Пока первый бросок неудачный от Машеки. Девяносто первый номер выходит обороняться Буйкевич, но пока не успевает. Ну и там седьмой номер сидит также Цыганков. Здесь вот такое сразу нарушение, сразу жёлтая карточка предъявляется гандболисту Машеки. И семиметровый Никонович, вернее, Кривенко будет исполнять. В первом матче в полуфинале, что касается семиметровых, у Кривенко раз, два, три, четыре точные попытки было. Ну и одна точная у Пуховского. Пуховский первый марсал, потом Кривенко четыре подряд. Открывает счёт Кривенко в этом матче Динольская повёл. Там Дмитрий Никуленков даже активнее, чем Игорь Попруга, руководит действиями своей команды. Жёлтую заработал Секерич. И так Машеков в атаку идёт. Оборона 6-0 с Ка, хотя я скажу так, что возможно 5-1. Там под Ладудько выходит играть Белявский. Так высоковато, 47 номер располагается. Ну вот сейчас вроде бы в 6-0. Трансформилась оборона, 9 метров дают судьи. Где-то не сумел поднять Чуйковский мяч с покрытием. Да, конечно, на большом кураже Машека. Ну вот вопрос, как эмоции. Как они справились с эмоциями после такой знаковой победы над Брестом. По чемпионату 6 матчей там без шансов было для Машеки. Кстати, 6 матчей команды сегодняшней сыграли в чемпионате. 33-21, 32-23, 46-30, 28-24, 41-37, 40-27 победа СК. Но самая принципиальная игра была по счету 28-24. Ну а самая разгромная 46-30, 16 вечер. Мейцы выиграли у соперника. Затяжная атака Могилевчан. Очень хорошая поддержка. Здесь и барабаны, и флаги, и болельщиков много. В общем, ну, такого битка, наверное, на Могилеве не было. Возможно, когда Борисвен играл в финале против Ацмокова в баскетбольном чемпионате. Так вот зрители подошли. Сегодня, конечно, вот та победа накануне вдохновила многих. Затяжная атака поднимает в виду руку. Тарасевич получает мяч, но наступает на линию площади ворот. Ошибка в атаке у команды Алексея Васильева. Не сумели снова поменяться. Котов залетает в мяч в ворота. Второй гол Кривенкова в этом матче 2-0 с Ка. Классный пас от Гирика. И Кривенко, да, зацепил Котов этот мяч, но заходит он в ворота. Смотрю, снимает Хабибова. Пока с игры Василий. Появляется на линию крови седьмой номер Антон Цыганков. Ну, вопрос, что с Маториным, честно скажу, не знаю. Не было информации. Вроде бы все нормально. Может быть, какое-то повреждение получил Маторин. Но потому что он, в общем-то, вчера был хорош. И он основной игрок Машеки. Вот такое решение Алексея Васильева. Не ставить сначала матча Маторином. Чайковский. Секерий, Чайковский и Ладутька задняя линия. Тарасевич в линии на краях, соответственно, справа. Сотник слева. Сейчас Цыганков у Машеки. Ну и высокая оборона СК. Смотрите, как выдавливают линейного соперника. Бросок по воротам. Блок от армейцев. Подбор все-таки за Ладутька. Тут же Кривенко его едва не обокрал. Ладутька. Один гол у Машеки есть в активе. Первый гол Евгений Ладутька. Открывает счет Могилевской команды в этом матче. 1-2. Успевает поменяться Буйкевич. Он в обороне играет. 91-й номер. Он подменяет сотника, который на правом краю действует. Ну, логичная замена ближайшего игрока к скамейке. И Муховский выходит вместо Белявского, да, в розыгрыш УСКА. Гирик. Котов берет этот бросок соперника. Но вот первый сейф голкипера Машеки. Эмоции, эмоции, да. Тут же демонстрирует вратарь. Могилевская команда. Ладутька. Секерич. Неплохо. Скрес сделали. Ладутька. Левый бросок. Рикошет справляется. Квалев с этим броском сумел перегруппироваться. Гирик. Кривенко. Третий заход на гол у Кривенко. Три из трех у него реализация. Пока лишь ли выкрали СКА за бросок армейца. Чайковский руководит действиями своей команды в атаке. Ну, понятно, что, в общем-то, накануне мало кто надеялся, что Машека выиграет у Бреста. Сейчас, наверное, возросли ожидания могилевской публики. Хотя соперник довольно серьезный. Девять метров. Вяжут в меньшане оппонента. Бохан и Гирик там. Плюс Алёхин в центре обороны у армейцев защищаются. Чайковский на Тарасевича. Не прошла передача потери. И снова пас на Кривенко. Ну что, четвертый будет? 4 из 4 у Кривенко. 4-1. Наверное, стоит Алексею Васильеву все-таки попробовать таймало взять, наверное. Ну, пока не ладится. Хотя, с другой стороны, что брать? Тут все от атаки идет. Неудачная атака. И вот, пожалуйста, получите, ну, по сути, третью контратаку. Мяч 7-метровый у Кривенко и три быстрых отрыва. Ну, кстати, вчера в комментарии после матча моей коллеге Олене Куракиной, вообще-то Васильев так удивился, когда она назвала победы сенсационные. Ну, наверное, это амбиции все-таки. Хотя мы прекрасно понимаем, что это сенсация. Ладудька. Очень плотно армейцы обороняются. Попробовать пролезть к воротам крайне сложно. 9 метров. Ложили Чайковского на паркет. Мы видим, допоха здесь соперника встречает. Время матча остановлено. Нужно протереть покрытие. Седьмая минута первого тайма. 4-1 ска ведет. Следующий вопрос, наверное, для Игоря Попругева, тренерского штаба армейцев, чтобы не подрасслабились ребята. Все-таки на БГК настраивались в финале, а тут вам Машека. Не будет ли прохладца какой-то у СКА? Ну, вроде пока начинают уверен. Тарасевич, 7 метров. Там лежал гирик площади ворот. На него Тарасевич налетел, поскользнулся. Ну, это оборону площади ворот. Соответственно, 7 метров исполнит Могилевская команда. Накануне два из двух реализацию Тарасевича. И один 7-метровый реализовал Рабушка. Тарасевич сам исполнять будет 7-метровый бросок. Итак, Ковалев против Тарасевича. Забрасывает 44-й номер. 2-4 делает счет. Надо отбиться. Надо отбиться Могилевщанам. Очень важно, потому что, ну, лишь один сейф у Котова. Но, с другой стороны, вратарь без полевых не может отбивать эти мячи. Нужно плотнее играть в обороне. Хотя, с другой стороны, еще раз повторю, что, по сути, в позиционной атаке СКА пока ничего не забил. СКА забросил все мячи. Три в контратаке. 11-метровый бросок Пуховский. Никанович уходит в линию правой крайне армейцев. Его здесь жестко так останавливают. Дает понять, что нечего там делать к раннему игроку. Алехин, Гирик, Пуховский в задней линии СКА в атаке. Никанович, Кривенко плюс в линии Бохан. Передняя. Алехин в дальний угол точно. Вот кто-то, кроме Кривенко, забросил ЛСКА. 2-5. Потеря. Гирик на перехвате. Убегает Гирик. И дает Никановичу. И тот делает счет 2-6. Тайм-аут надо брать Васильеву, наверное. Но пока Алексей Васильев не решается на то, чтобы спалить первый тайм-аут. Минус 4 у его команды. Но будем говорить так, что, в принципе, коль контратаки соперника проходит, соответственно, это собственные ошибки. Это недоработки в нападении, ошибки в атаке, соответственно, быстрые ответы соперника. Чайковский, Секерич, Ладутька. Чайковский дают разогнаться. Секерич, Ладутька. А там встречают. А там уже Белябский здорово встречал. Бросок с опоры практически у Секерича. Ну и реакция понятна. Да, довольны игроки Машики, что удалось забросить. Двойной гендикап у хозяева площадки. Гирик полез. Есть гол Гирика. Очень здорово Юлиан сыграл в этом моменте. Уверенно, главное, что полез на Орд Секерич. Ладутька. Быстрый гонбол. Тарасевич. Сейв Ковалева. Вот такие нужно забрасывать, конечно. Белябский побежал сам. И Белябский делает счет 4-8. Берет Т1 табличку Васильев. И первый тайм-аут в этом матче. Ну, он назревал. Все-таки уже минус 5. К 10-й минуте. Давайте слушать тренера Машики. Так, Женя, взамен на Артем. Хорошо, Артем, выходишь. Без мяча. Доведи на него мяч, Даник. Делайте смену. Дает ли опрогона. Ты с мячом, жили, растягивай. Без мяча начинай стартовать. Можно с ним отыграться, чтобы он там остался. Можно его не трогать, пусть бежит. Тогда ты убегаешь на видении. 10 метров. То же самое, пошире. Качнула одного, потом дальше уходи на другого. Один крест, один прорезка. Крайнее. Смелее в край давайте передать, что есть возможность. Где Артемка? Защития. Он надежный. С этой стороны, в основном, вся контратака идёт. Я дал лучше. Страховая, оставляя руку. Бежать назад. 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 Давай. Вместе. Вот такие рекомендации от Алексея Васильева мы услышали. Ну, напомню, что Алексей Васильев пришёл к человеку ДСК. Играл за эту команду в своё время. Ну, естественно, сейчас вот такой самостоятельный подработает в Могилёвской команде у него. Ну, не думаю, что тут принципиальность какая. Тут хочется всё-таки до конца пройти этот путь. То есть, коль уже вышли в финал, то, ну, давайте так. Если уж не выгнать, да, то хотя бы достойно противостоять одному из топовых коллективов белорусского мужского гангбола. Их у них, ну, у нас два, конечно, топовых. Пешков Брестка. Но хочется, чтобы было больше. Вот Андрей Мочилов сказал, кстати, в интервью, что возможно, в следующем сезоне будет более упорная борьба, потому что легионеры уедут и выровняется класс команд. Наверное, в какой-то степени станет ниже этот класс чемпионата. Тем не менее, как есть, так есть. Но это реалии. Но, видимо, появляется в воротах у Машеки Матвей Кревчик. Герой предыдущего матча полуфинального. Ну, знаете, в вратаре такая каста. Тут гадать не приходится. Иногда пойдёт игра, иногда нет. Тут даже у топовых голкиперов, если вы видели, на чемпионатах мира, Европы, в Лиге чемпионов гангбольной, иногда не идёт, вообще ничего не отбивается. Иногда цепляется голкипер за мяч и выдаёт такой перформанс, который выдал накануне Кревчик. Секерич, кстати, да, появился. Мы видим в атаке у Машеки Рабушка под 55-м номером. Заменил он третий номер Ладудька на позиции правого полусреднего. Секерич, Ковалёв отбивает. Минус 5. Ну, мы-то интригу поддерживаем, болельщики поддерживают. Но по счёту-то уже минус 5. И на минус 6 К заходит для соперника. То есть это уже много. Да, уступали минус 8 Бресту накануне Моголевчане. Да, догнали, но, слушайте, ну, когда ты играешь с более авторитетной командой, такие камбэки тебе не каждый матч удаются. Видно, что армейцы настроились. Нет, в прохладцевых действиях. Максимально заряжены. Муховский. Алёхин берёт, берёт первый сейф от Крепчика. Возможно, поможет этому влиться в игру. Ну, не скажу, что бросок Алёхина такой уж сложный был. Тем не менее, его нужно отбить было. Рабушка вырывается из объятия. Залетает, значит, ворота. Первый гол Артёма Рабушка. И 7 метров. И время остановлено. Похоже, 2 минуты там получит сейчас Секерич. Да, 2 минуты Секерича, удаление у Машеки. Что Кривенко? У него уже 4 мяча. И с 8 командных половину Кривенко забросил. Второй 7-метровый для него. А теперь уже в противостоянии с Крепчиком, а не с Котовым. Забрасывает Кривенко. 5 бросков, 5 голов у него. 2 из 2 реализации метровых у 27-го номера СК. Ну, понятно, меняет голкипера сейчас Васильев. Появляется Маторин. 99-й номер. Вот он с мячом. На позиции левого полусреднего. Тарасевич в линии по-прежнему. Цыганков и Сотник на краях. Маторин, Чайковский и Рабушка задней линии. Хабибов вчера тоже выходил, кстати, в розыгрыше. Неплохо себя показывал. Пустые ворота. Нужно аккуратнее проводить атаку. Нужно успеть уступить место Крепчику в воротах Маторин. Кстати, очень долго вчера забросить он не мог. Хотя были моменты, но самое главное, что этот парень в нужный момент тот самый мяч под ноги Усику бросил. Тот заполз в ворота. Рабушка плотно играет соперник. И Чайковский прорывается, сбрасывает на правой фланге. И свой первый гол Александр Сотник оформляет. 5-9. Успевает ворота вернуться в вратарь. Но тут же быстро центровская и Кривенко. Шестой гол Кривенко. 10-5. Еще 40 секунд. Большинство будет у минской команды. Чайковский, Маторин. Но пока не спешат могилевчане, что вполне логично. В меньшинстве играют. Максимально долго нужно атаку проводить. Все-таки пятером оборонят сложнее, нежели в шестером. Чайковский. Браво. Разыгрывающий. Ярослав свой первый мяч забрасывает. Успевает вернуться к голки. Тут просто нужно, да, тут неправильно разыграли быстро центр армейцы. Тут вопрос перегруппироваться в обороне. Машека тогда не успевал. Нужно еще место занять своего игрока. Вот Буйкевич возвращается, успевает поменяться. На партнера Сотник снова на скамейке. Буйкевич в оборону идет. Ну и все. Полный состав у Машеки. Я думаю, что будет Маторин играть. Секерич посидит. Хотя он начинал игру. Алёкин. Пуховский. Гирик. Здорово Борис на себя двоих собрал. Гирик отпасовал Пуховский. Вяжут соперники Бориса Пуховского 9 метров. 1 в 1 нельзя. Пуховского оставлять. Богу, но сброс того очень плотно цыганков вязал. И бросок не справляется. Не справляется с этим броском крепче. Пуховский. Первый гол. Напомню, что Мороз остался в Минске. Как писала группа ВКонтакте и Минской команды. Повреждение у галки Перевска. Ну, Ковалевский съесть, естественно, и Стасюк, которого могут спокойно заменить. Плюс Жила не в составе который раз уже. Ну, пока мы не видели двух людей новых в составе Машеки в этом матче. Имею ввиду Даугердаса и Парфенчика. 6.11 проигрывает хозяева. Середина первого тайма приближается. Отрыв, который не гарантирует победы СКА. Но такой комфортный отрыв организовали армейцы. Плюс пять мячей. Моторин поднимает судью руку. Нет, все-таки не поднимают. Чайковский. Очень активен он лезет. Сброс Тарасевич. Гол. Блестящая игра разыгрывающего. Классно находит он линейного. И Тарасевич пробивает Ковалева. Пошел Пушкин играть в линию СКА. Место Бохана. Пошли замены. Ну, вот первый меняет линейного первым попруга. Алехин заходит на бросок. Молодой человек. Был. Девять метров назначают судьи. Разыграли мяч армейцы. Алехин. Тут нужно отбиться. Машеки, конечно, важно. Пуховский мимо ворот бросает Борис. Ну и, возможно, в штангу мяч угадил. Ну что, теперь нужно догонять. Нужно на минус три заходить. Моторин. Бросок Моторин и Ковалев хорош. Ковалев пока очень здорово играет. Процент хороший у голкипер СКА к этой минуте. Это Белявский. Ну что тут с Белявским сделаешь? Далее разогнаться. Далее разбежаться. И уверенный Игорь забрасывает второй угол в этом матче. Минус пять у хозяев этого финала четырех. Только Беларусь. Ну тут сложно Белявского было остановить. Ну и что тут сделает Матвей Крепчик с таким броском? Моторин, Чайковский, Рабушка. Ну вот эта задняя линия, она повеселее смотрится у Машики на самом деле. Все-таки не так все получалось у Сикерича и Ладутька, когда они с Чайковскими играли сзади. У Моторина и Рабушка получше выходит. Чайковский, Рабушка, снова голкипер. Здесь, кстати, мне показалось, да, за майку прихватил-то Алёкин Тарасевич, когда тот пытался мяч поднять. Ну и вот мяч остается у Могилевской команды. Вот смотрим повтор момента. Вот здесь вот, вот видите, за майку да хватает Алёкин соперника. И пытается первым быть на мяче. Чайковский. В линию Тарасевича сброс. Неудачный подбор Рабушка. Чайковский опорный бросок Ковалева берет. И Никанович на подборе. Хорош, конечно, Ковалев в начале матча. Хорош. Белявский разогнался. Прошел, забросил. 7-13. Минус 6. Шесть мячей у Кривенко. Три у Белявского. Это 9. Ну и по разу отличились у СКА Гирик, Пуховский, Алёкин Никанович. У Машеки два гола у Тарасевича. По разу забрасывали Ладутька. Сотник. Чайковский. Рабушка. И Секерич. Минус 6. Многовато. 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 Ну, просто СКА не имеет права себе позволять. Выпускать такую разницу, мне кажется. Маторин. Хороший бросок. В шестерку, говорят, мяч заходит. Первый гол. Его Раматорина. Успевает вернуться Мешков. Монболиста Машеки. Ну вот. Наконец-то Кривенко не забросил. Котов в ворот. Кот подбивает бросок. Кривенко. Ну вот решил Алексей Васильевич снова в основном уголке первой выпустить. Габаритного Котова. Вадим сейчас здорово сработал. Ну а так СКА продолжается. Уховский. Уховский, Алехин и Гирик остаются в задней линии. И Пушкин. Здорово. Линейные СКА накануне работали. Играли в матч против Гомеля. Очень много мячей не оформили. Сверхием тайме. И Пушкин. Хорош был и Бохан в завершении. Ошибаются армейцы. Сейчас Пушкин мог две заработать за то, что мяч не положил на покрытие. Когда уже прозвучал свисток. И так жестко Котов у него этот мяч выбил из рук. Машеком Машеком по трибунам. Рабушка. Моторин. Чайковский. Чайковский. Пушкин его встречает. Моторин немножко замедлено с атакой. Моторин один в один. Чайковский. Моторин до края довести. Пынь. Девять метров не экономит. Жестко играет. Но вот просил же Васильев доводить до крайних при возможности. Сейчас, наверное, вот если бы сбросил на Цыганкова Моторин, то хороший бросок получался бы седьмого номера. Моторин, Чайковский. Рабушка. Левая. Штанга. И побежал снова Кривенко. Кривенко убегает. И Кривенко свой седьмой мяч оформляет. Снова все от обороны идет. 8-14. Белябский здорово находит партнера. Тут убегает и забрасывает. Ну вот Хабибу в розыгрыше пошел отдыхать Чайковский. Второй номер в розыгрыше у Машеки. Это неплохо Хабибу смотрелся в этом Аплуа накануне. Посмотрим, как получится сегодня. Моторин. Хабибов. Моторин. Путается в одиночку. Алехин не пускает. Там еще и Никанович мешает. Ну хотелось бы, конечно, сегодня вот такую развязку крутую в концовочке. Пока армейцы против такой развязки. Пока они плюс шесть выигрывают. Моторин. Это две минуты. Никанович попадает по лицу сопернику. Естественно, мысли никакого не было, мне кажется, в этой ситуации. Тут повезло Моторину, что мяч до него долетел. Во-первых, да. Такой пас не самый... Ну да, попадает по уху, даже не по лицу. Не самый проходимый пас был. Но дошел мяч. И у Моторина хорошая была ситуация. Красная Никановичу. Сразу красную судьи выдают. Ну есть у армейцев замена Никановичу. Тем не менее, неприятно, что основной, да, правой крайне выбывает из игры. Уже вот на 22-й минуте игры. И 7-метровый, я так понимаю, да? Или что? Или 9 метров? По идее, нет. Судьи дают 9 метров. Хотя мы отрываем, вроде бы, заходим на бросок. Ну ладно, судим виднее. Итак, 2 минуты большинства у Машеки. Без Никановича остается минская команда. Смотрим. Абибов. Моторин. Рабушка. Тарасевич сам. Здорово. Третий гол. 44-го номера. 9-14. Ну, конечно, мы болеем за интригу. Понятно, что СК фаворит этого матча. Меняет Ковалева попруга на 6-го полевого. Нам хочется плотного гандбола. Поэтому, понятное дело, что сейчас за Могилев все нейтральные болельщики. Да и Могилевские тоже. Алехин пошел играть на край. Гирик, Белявский, Пуховский. Задняя линия. Кривенко, Алехин, Пушкин. Передняя. СК. Пустые ворота. Пуховский. Не дает там Буйкевич себя продавить. Борису Пуховскому. Никоныч устроился здесь, да. Буквально за своей скамейкой на окресле, на трибуне. Будет наблюдать за игрой. Гирик. Пуховский. Блок и штанга. Моторин пусты. Выше ворот мяч идет. Чуть-чуть не попал в ворота 99-й номер. Обидно. Ну, решение правильное, мне кажется. Пытался понадеться на свой прицел в моторе, но не попал. Еще полминуты большинства у Машеки. Снова Ковалев убежал. Уступили от шестого полевому. Минус пять проигрывает Могилевская команда. Гирик. Белявский. Пуховский на полусреднем играет. Белявский в розыгрыше. Гирик. Один в один тяжело, конечно, здесь Сыганкова бы играть. Очень плотный седьмой номер сейчас против соперника действовал. Пуховский. Против Тарасевича. Прорывается Пуховский. Два судьи в голову не попал, но 7 метров за работу. Почти ворота барона была у игрока Машеки. Ну что, пока у Кривенко два из двух религийских. Семьметровых. Может быть, три из трех. Время мочи остановлено. Там судья успел пригнуться. Так, мяч в его сторону летел. Итак, Кривенко пошел. Что он пошел там? Мяч меняется или что? Пошел к своей скамейке. Протереть мяч нужно показать. Ну вот, смотрите, да? Ну, причесал судью мяч. На самом деле попал в голову, но покасательно успел там. Вроде бы вот ситуации Андрей Гусков чуть увернуться от этого броска Бориса Пуховского. Итак, Котов против Кривенко. Вторая их дуэль. Забрасывает Кривенко. И восьмой его гол в этом матче. Реализация три из трех. Семьметровых пять и мячей еще сыгрел двадцатьмого номера. Все, штраф. Закончился игрок АСКА. Полный состав у армейцев. Что у Машеки по атакующей шестерке. Все та же она, да. Нарабушка. Хабибов-Моторин. Задняя линия. Цыганков. Сотник. И Тарасевич передний. Ну, АСКА. Двадцать четвертый номер появляется на площадке. Это Алексей Шепеленко. Но это крайний игрок. Понятно, вместо Никановича. Моторин Кушкин вырезается, как в стену. Девять метров дает судьи. Хабибов вяжет его оппонент. Моторин. Ну, уже самому можно рискнул. Но там посчитали судьи, что придержали Хабибова, я так понимаю. Поэтому девять метров снова назначают. Ну, опорный бросок Рабушка неудачный, откровенно говоря. Торопился уже бросать. Пять минут слить восемь секунд. Пять минут семь секунд до конца первого тайма. Ну, тут успокаивает Алексей Васильев. Судьи, в частности, Андрей Гуско. Но я думаю, что... Понятно, что есть недовольство у любого тренера, да? Где-то в каких-то моментах их мини-расходится судейски по эпизодам. Минус шесть проигрывает Машеков. Там супер-ваттайм. Гирик, Алёхин. Гирик, Алёхин. Снова Пуховский над раз в линию. Можно отдать на Кривенко. Вот отдает Кривенко. Котов зачекляет Кривенко. Цыганков быстро атака Машеки. Получили Хабибов. Нет, вернулись армейцы в оборону. Все. Застопарилась быстрая контратака. Нужно позиционку проводить. Ну вот Котов сейчас, конечно, не дал Кривенко себе переиграть. Но Кривенко, я так понимаю, уже два неудачных когда-набросок. Но, правда, восемь мячей забросил уже Кривенко. Из пятнадцать командных больше половины у Кривенко. Моторин. Хабибов. Рабушка. Хабибов. Вроде дают разогнаться, но сложно. Все равно пас. Плохой пас. Перехват Алёхина. И убегает Шепеленко. И забрасывает. Тут такой бросок. Тут буквально на голове Котова у Шепеленко был после своего прыжка. Алексей Шепеленко. Первый гол. Замена Никановича на фланге. Девять шестнадцать. Минус семь. Ну, от откуда он бросает? Ну, как тут отбить такой бросок? Практически в ворота впрыгивает с мячом. Ворота. 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 Рабушка. Моторин. Не рискует бросать полусреднюю. Вот вроде бы завис неплохо. За хорошую позицию для броска, но Рабушка все-таки не рискует. Ну, наверное, должен быть уверен в себе на сто процентов, чтобы бросать поворотом. Сброс на Моторина. И снова нужно в Машеке проводить очередную свою атаку. Ну, и человек понимает, что Василий сейчас получит какие-то... Желтую точно должен получить. Там делегат матча Кот подзывает судью. И желтая карточка для тренера Могилевской команды. Эмоционально воспринимает Алексей Васильев в некоторых эпизодах. Три с половиной минуты до конца первого тайма. Минус семь у Машеки. Абибов сам. Здорово. Семь метров. Тарасевич реализовал. Ну, и, соответственно, сейчас попытка номер два для Олега Тарасевича. Переиграть галкипера-саперника с семиметровой отметки. Ну, Ковалев попробует снова отбить. Попругу там какие-то советы дает своему галкиперу. То же самое и Никуленков делает, смотрите, да? Ну, попруги-то виднее. Он вратарем был. Никуленков все-таки был разыгрывающим. Но ему с точки зрения реализатора виднее. Он же семиметров исполнял. Итак, берет Ковалев. Бросок Тарасевича. Ну что, рекомендации пошли во благо, да? И от Попруги, и от Никуленкова. До галкипер-саперника. Поповский. Пушкин здорово в линии играет. Мимо ворот бросает. Юлиан Гирик, но мяч останется у армейцев. Коснулся там мяч руки соперника угловой. Поповский. Пушкин. В линию. Пушкин. Это семь метров. Да, ну, едва цыганков не раздел. Там Пушкина. Естественно, что галкипер спас команду, но семь метров. Во время матча остановлено. И у Кривенко шанс есть оформить свой девятый мяч в первом тайме. Восемь бросков после десяти попыток у него удачный крепчик выходит. Ну, дважды он переиграл Котова, однажды крепчика на семиметровой отметке. Вот вторая доля с крепчиком. Безупречно пока исполняет семиметровый листов Кривенко. И вот девятый мяч. Четвертый точный бросок семиметров. Девять семнадцать. Минус восемь. Многовато. Минус пять проигрывали игроки Машеки к перерывам в Бресту. Сейчас вот минус восемь проигрывают СКА. Тарасевич Тарабушка. Абибов Моторин. Сброс там пошел в линию. Правый край не сотник, но успели соперники за ним переместиться. Моторин. Снова сброс идет неточно. Идва не перехватил мяч Белявский. Абибов. Здорово. Ну и красивый гол Сотника. Взмыл воздух, поймал мяч в воздухе и завершил точным броском. Эту комбинацию. Алехин быстро отвечает. Алехин мимо ворот, но девять метров судьи дает. Еще раз. Альюк, да, от Гоми, от Могилева. Всегда такие голы, конечно, эффектно смотрится. 30 секунд до конца тайма. Чуть меньше. Гирик. Алехин. И штанга. Ну что, 13 секунд еще у Могилевчан, чтобы попробовать 11-й мяч забросить. 9 секунд. 8-7-6. Не проходит пас в линию. Подбор. Бросок Ковалев. Браво. 10-17. Таким счетом завершается первая половина. Минус 7 Машека проигрывает. Давайте цифровые итоги по голам. 9 мячей у Кривенко. У СКА из 17 командных. 3 у Белявского. По разу оттечились Гирик, Пуховский, Алехин, Никонович и Шепеленко. Что касается Машеки, у них 3 мяча начнут Тарасевич. Плюс нерезонный 7-метровый. 2 мяча у Сотника. Ну и по разу забросили Ладуська, Чайковский, Рабушка, Секерич, Моторин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У СКА Кривенко на правом краю, Алехин на правом полосреднем. Бохот в линии Белявский в розыгрыше. Гирик на левом полосреднем. И соответственно Шепеленко на правом полосреднем. Ну и Ковалев ворот. По армейцам. Ну если, наверное, давайте так думать о победе в этом матче, конечно, Машека должен теперь уже минут очень плотно играть в обороне. И догонять, догнать тяжело будет. Минут 7 это много. Но, как мы видели накануне, и такое отыгрывается. Но там X-фактор, конечно, Матвея Кривчика сработал. Гирик. Полез Гирик на бросок. Вяжут его соперники 9 метров. Белявский. Гирик. Алехин сброс на Бохана. Тот не ждал, похоже, такой передачи. Но низкий очень мяч был. Для Большого Бохана сложно было мяч поднять с покрытия. Ну вот отбились могилевчане. Буйкевич уступил место в розыгрыше, соответственно, Чайковскому. Чайковский, Ладудька и Маторин за отделение Машеки сейчас в этой атаке. Чайковский на Тарасевич. Того очень плотно Белявский с Гириком держит. Дают там выйти для того, чтобы бросить. Маторин, Чайковский. Выходит на Чайковского Белявский. Здорово, да. Ну и Маторин бросает на месте Ковалева. Этот бросок для Ковалева не представляет проблем. Все-таки, ну учитывая, как Ковалев первый темп проводил, все-таки кто-то нужно посложнее. Десятый гол Кривенко мог быть. Нет, берет. Котов этот бросок, но подбор заска остается. Думаю, что Олег Тарасевич лучший линейный нашего чемпионата. Из армейцев в число лучших вошли два полусредних. Левый Самойло и правый Олег. Ну, Самойло, кстати, накануне совсем чуть-чуть сыграл. Сегодня тоже на площадке не появлялся пока. Ну, там, во-первых, заступ был у Шепеленкова, во-вторых, не попал в ворот. Так что очередную атаку Машек отбивает. Ладудька полез сам. Сброс на Чайковского. Маторин. У него позиция. Тарасевич. Семь метров оборона площади в ворот. Ну и что касается пенальти. Семьметрового гонбольного Тарасевич предыдущего семьметрового не реализовал. У него один из двух реализован. Да, меняет руку. Пошел исполнять Антон Цыганков. Семьметровый. Нет. И здесь. Ну, хитро пытался, но Ковалев разгадал замысел соперника. Пока в этом тайме без голов. Четвертая минута у нас. Ну, такие, конечно, моменты нужно реализовывать. Что-то скажешь. Все это не уисик в воротах брестской команды. 4,7-метровых с 6-ти отразил. В исполнении Гомеля. Белявский Гирик Алехин Белявский Держит его ладудька Алехину бросать не дают Снова набоха на пас Его выдавили буквально с этой линии И снова неточная передача У СКА пока нет голова там Тани Но нет и у Машеки На Тарасевич такой же пас Очень сложная, низкая передача Но там толкали Тарасевич Поэтому все-таки 9 метров в суде дает В пользу Машеки Но на самом деле очень сложно было выловить эту передачу От Чайковского Благо что фалили соперники Суде дали 9 метров А дудька Тарасевич 7 метров Ну держал за руку соперник Тут можно и 2 минуты кстати было заработать Пока останавливает суде время матча Но смотрим еще раз Классный пас ладудька Ну и Алекин конечно за руку Тарасевича придерживался Цыганков снова подходит к этой отметке То есть уверен в себе седьмой номер Ну что Болево 2 из 3 сегодня отбитых 7 метров И 2 из 4 Забрасывает Цыганков Первый угол Этот раз исправляется 11-17 Первый угол в тайме Машеки Причем это происходит на пятом минуте Вот тайм Белявский Белявский Гирик Снова Белявский Снова не получается узка Пока не получается Но 9 метров заработали парни попруги Бохан Белявский Гирик Алёхин Алёхин Белявский Котов Ну бросок Не такой сложный Для голкипера Тарасевича пасует Моторин Что-то вот сегодня у Моторина Конечно С силой Броска передачи проблемы Пустые ворота В первом тайме не забросил Высоком мяч послали Сейчас очень сильный пас Обидно Когда вот такие эпизоды Ты отбылся в обороне Казалось бы Быстро контратак может получиться Но твой пас не точен Белявский Лезет левый Бросает 7 метров Зарабатывает Ну что Кривенко На этот раз Десятый гол Все-таки оформит Свой 5 из 5 Будет у него 7 метров Пока вот он безупречен При выполнении 7 метров Бросков Это оборона площади Ворот мы видим Железная Поэтому 7 метров 100% Итак Котов Кривенко Котов берет И Моторин Не допрыгивает Мяч в тайне Сенска Но Кривенко Не реализует Первый сельметровый Смотрите 6 минут Команды сыграли На этом тайме Счет 1-0 В пользу Машеки Фактор вратаря Должен сработать В втором тайме Прошлого матча Кривчик Этот фактор Этим фактором был Сейчас Котов берет Который бросок И здесь он берет Подбор за Шепеленко Было нарушение 9 метров Полили против Палехина Но Игорь Попрюга Не любит набрать Тайм-аут Может быть стоит Сейчас какое-то там Не знаю Внушение Гонболистам сделать В прошлом матче Ни разу он не взял Тайм-аут Пока такой серьезный затык Вот так и узкая Седьмая минута Не отдал угол В этом тайме Белявский Гирик Белявский Бохан Белявский Сброс Алёхину Гирик здорово На скорости Разрывают И Гирик Оформляет свой Второй мяч В этом матче Не открывает счет Голамска В этом тайме Цыганков прибежал Быстро вперед Но Адресат Кроматорин Нашел Маторин Увидел дырку Между соперниками Нарушение Против Цыганкова Придержало Но кстати Камышик Видимо в обороне Появился Ускан Подменяет он Алёхина По обороне Ну тут Камышки нарушал Правила Против Маторина А Белявский Против Цыганкова Чайковский Младуцка Моторин Чайковский Чайковский Тарасевич В линии Открывается Там Ивамайку Не снялся Белявский Получает Две минуты 47 номер Но кстати Это первое удаление У СКА Если не считать Красную карточку Никанович То есть Первое Двухминутное удаление У армейцев Минска Это матч И получает Игорь Белявский В Машеке Одно удаление Секирич В первом тайме Был удален На две минуты Мы видим Да Тут Чайковский Здорово сбрасывал Там просто Идва Майку Местил Белявский Старасевич Игорь Белявский Игорь Белявский Игорь Белявский Игорь Белявский Игорь Белявский Игорь Белявский Но Откровенно Бохан Игорь Белявский Игорь Белявский Игорь Белявский Сейчас Что там Номер Моторин Чайковский Моторин Зачем этот пас Вопрос Вот зачем ты Отдаешь На пустые Кривенко Выходит Десятый Гол Оформляет Ну Казахстан Бросай же Сам Выпрямил Здорово Позиция Хорошая Моторин Улучшает В итоге Кривенко На перехвате Хорош 12-20 Минус 8 Тумашек Чайковский Моторин Рабушка Тарасевич Подстроился Забросил Четвертый Гол Олега Тарасевича Лучшего Линейного Чемпионата Беларуси Ну и лучшего По голам своей Команде В этом матче Кроме него Кстати Только сотник Два мяча Оформил Тарасевич Четыре Остальные Все Если забрасывали То пора Белявский В розыгрыше Появляется У СКА Полный состав У Минчан Еще полный Минут Минут Шестов Машек Ирик Белявский Алёхин Котов Ну Котов Красавец Но он Свое дело И делает Сейчас повторюсь В этом тайме Вопрос в том Что не все хорошо В атаке У Могилевчана Ну там СКА в бароне Хорош Что-то скажешь Вступает Хабибову Место Котов Ну да Вот так Можно тоже Фотографировать Рискован Это дело Сидеть за воротами Прилететь То тоже может Все-таки Может не спасти Если будет Нацеленный бросок Полный состав У Машеки 12 минут Второго тайма Пока минус 7 Пока счет Первого тайма Разница Вернее сохраняется Минус 7 Секерич появился Вместо Моторина Да И потерю У Машеки Снова Белявский Появляется Под 87 номером У СКА Матвею Давени На позиции правого пола Среднего Давени Белявский Гирик Задней линии Бохан Шепеленко И Кривенко Линия передняя Белявский Фрабушка Гирик И Котов Снова берет Подбор Закириченко Тарасевич убегает Сам решает Говорит ему Партнер Тот не решает 2 минуты Кривенко 7 метров Откровенно Хабибова толкает 27 номер СКА А что он там еще Судьи спрашивает Ну там Железно на голливый бросок Хабибов прыгивал И это конечно 2 минуты Реализуется шанс Рабушку Он сейчас подошел К мячу Второй гол Артема в этом матче Первые 7 метровые отметки Ну вот я 2 Насчитал Рабушкой Гол Сейчас специально проверю 4 5 6 8 9 10 12 13 14 Ну да Рабушка Значит 2 гола Не точный пас Секерич Ковалев Хорош Ковалев Хорош Ну хотя еще 48 секунд Но большинство остается У Машеки Здесь видим Чайковский Не переигрывает Калкипер СКА Сапко На левом краю Появляется 11 номер Ну понятно Что Кривенко Поэтому Сапко Выходит Но он уже Предыдущая Атака выходил Сапко 11 10 Пуховский 47-й Белявский 24-й Шепеленко 74-й Бохан И 47-й Белявский Такая шестерка У армейцев Шепеленко Котов 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 Ну уже можно говорить Что тут парень Да Хорош В втором тайме Лучше в составе Машеки Секерич Ковалев Адекватный ответ Галкипер СКА Но 9 метров Секерич и Мишан Амушка В линию На линии площадь ворот Ноги Тарасевича Находились По концу Дья Полный состав СКА Половина тайма Позади Практически Минус 6 На мяч сдвинулось Отставание Плюс для Для Машеки Но тем не менее Этого мало Этого мало Хотя раньше времени Говорить о том Что СКА выигрывает Кубок не будет Мало ли А вдруг Котов-то Хорош ворот Появляется Хмельков Под вторым номером Дмитрий На позиции Левого полусреднего Здесь фол Но вот попробовал Удавить у него В одной атаке Попробую Сейчас вот Хмельков Появляется на этой позиции У СКА Муховский Хмельков Белявский Белявский Какой коридор ему Организовали соперники Конечно Таким коридором Игорь Воспользов Четвертый был Белявский Ошибка в атаке У Машеки Пробежку фиксирует Суде Да уж От суеты От Торопливости И Васильев собирается Второй тем Он брать Смотрю Да Пока не берет Но минус 7 Отставали Первое темп Болеческая Диаспора армейцев Будем так говорить Про этих людей Да В 19-м году СКА на этом паркете Взял Кубок Беларуси Ну и вот Получается Три года спустя Снова есть шанс хороший Но тогда они Брест обыграли В напряженном матче Знаете Дмитрий Никуленков Тогда Если не ошибаюсь Как раз таки За Скай Играл После перехода Из Бреста Белявский Мельков Ближний угол Итак Первый гол В этом матче У Дмитрия Кмелькова 8 минус Тайм-аут Васильева Габа По край Атакуем Атакуем Семиром. Егор, можно оттолкнуться от него, да? Начинаешь, подвигаешь его сюда. Мне кажется, здесь лучше поставить линию. Олег, за три, если... Поширее, сразу, по-моему, с ней держится. Зато мокро. Да, давай, давай, да. Смело, бля, есть позиция, можешь бросать. Нет, только с ним переводи. Побежи за тобой еще раз, можно будет сыграть с этим, если вот вылазит. Хорошо, Семиром, сразу потом на заменку. Чешу, что его защитит. Ребята, очень много выкинули атак, что это, блядь? Давай, Семиром! Ну, понятно, что в Семиром против Шестерых будет играть, плюс Хабиба будет на краю. И я так понимаю, что он будет меняться. То есть он убегать будет, чтобы уступить вместо Котову. Но пока Котов на площадке, отзывает его. Партнер Котов пошел к воротам, зовет его. Цыганком здесь говорит, давай Катейн назад. Мы же-то в Семиром будем играть. Реакция, да? Вот, пожалуйста, галкейпер Амашеки на свои сейвы, Вадим Котов. Итак, 7 на 6, пустые ворота у Машеки, риск, понятно. Но что поделать, нужно рисковать. Моторин, Чайковский, Рабушка, Тарасевич, Цыганков в линии, Хабибов на краю. И на правом краю, соответственно, Кириченко. Хмельков, Белявский, Сапко, Бохан, Камышек и Шепеленко обороняются в СКА. Легкий гол для Белявского. Ну, да. 23-14. Боль в СКА. Пятый гол Игоря Белявского. Ну, вот, когда ты играешь с пустыми воротами, конечно, тут так ошибаться нельзя при передаче. Продолжают Могилевчане в такой тактической модели играть 7 на 6. Минус 9. Много уже. Уже много. И играть осталось менее 13 минут. Ну, уже можно, наверное, говорить о том, что СКА не упустит победу в этом матче. Моторин. Две минуты. Попадание в лицо от Камышека или Бохана. От Камышека. Улыбается. Дмитрий. Ну... Улыбается Дмитрий. Улыбается Андрей Гускон. Две минуты оставляет. 7 на 5 сейчас. Нет, ну, 6 на 5 уже, да. Уже можно убирать. Какие-то пустые вороты, потому что какой-то вернулся в ворот. Ну, смысла нет 7 на 5 играть. 6 на 5 тоже нормально. Рисковать снова не хочет в этой ситуации Василь. Чайковский. Моторин. Моторин. Но бросает. Снова не бросает. Нарабушка сброса. Чайковский. Ковалев. Браво. Подбор за Шепеленко. На десяточку может выйти, сказать, сейчас перевесок в счете. Никуда не спешит. Но мне кажется, вот, ну, не знаю, почему Моторин не бросает. Может, уверенность не хватает какой-то, ну, момент создает классный для себя. Шепеленко. Пуховский. Белявский. Хмельков. Бохан ушел из линии. Пошел туда Пуховский. Запутать соперника хотят. Ну, и на левом краю Сапко. Пуховский сам. С шага. Плюс 10 суска. Третий гол Пуховский. Ну, такие броски сложны для голкипера. Очень резко, очень неожиданно бросает соперник. Моторин в линию Тарасевич. Пуховский снова пустые ворота. Нет, не пустые. Вот он вернулся. Он там просто, нет, он не уходил. Он просто стоял около скамейки и общался со своим коллегой. Ну, сказал вернуться. Да, вот большинство Мошеки, смотрите, пропустили от Пуховского. Сейчас не забросили. Ковалев блестяще сыграл. Мы-то, в общем-то, говорим о Коте во втором тайме, но Ковалев весь матч великолепно играет. Подтаскивает свою команду. 14 мячей лишь забросили соперники. 14. В этом тайме 4. 4-7 проигрывает Мошеков. Килявский в линию, Боху, тяжелый пас. Такой не вылавливается. Низкий, низкий пас для большого парня. Моторин. И снова не идет на бросок. Мешал ему там Пуховский. Это гол. Это Чайковский, да? 17 номер. Второй гол Ярослава в этом матче. Всего лишь второй. Да, попал в девятку здорово. Точнекенько в девятину положил мяч. Штраф закончился. Камышик и пошел Удавение играть. Удавение. Ух ты. Удавение. Самойла и Хмельков в задней линии СКА. Но всем дает поиграть сегодня попруга, я так понимаю. Еще осталось, да. Хотел сказать осталось, но Стасюк уже в воротах. Иголки переменяет. Егор Стасюк меняет Константина Ковалева в воротах СКА. Ну вот, его показывает Калегина. Ну все понятно, 10 минут до конца игры, Хмельков бросает не считать. Мяч остается в СКА. 9 мячей перевеса, это много. Такое не отыгрывается за 10 минут. Ну, если тем более выигрывает фаворит матч. Самойла. Хипеленко. Удавение. Самойла. Сброс в линию нарушения. Пробежка, да. Там Самойла натоптала. Нет. Да, не с той точки разыграл мяч Котов. Поэтому придется повторить розыгрыш на Гривчана. Ну да, уже успокоились болельщики Машеки. И вообще, мне кажется, спасибо сказать команде нужно за эти два дня. Великолепная победа над Брестом. Ну, сказать, что сегодня на равных соперникам, наверное, сложно. Все-таки, как ни крути, но минус 9 много. Но, тем не менее, уже просто зрители понимают, что их команда сегодня уступит. Букевич пошел в линию. 7 на 6 играют. Цыганков Букевич. Тарасевич отдыхает. Устал уже 44 номер, конечно. Весь матч без замен. Моторин в линию сбрасывает. Не проходит передача. Моторин снова в линию. Низом Букевич. Залетает на четвертый Стасюка. Первый гол Александра Букевича. Но он, в общем-то, в оборону выходил. По сути, первый раз в атаку пошел, сразу забросил. Самойла. Сапко. Берет Котов. Подбор за Букевичем не остается. Так, между рупич пролетел у 91-го номера. Вот так обидно, да, взмахло руками. Ну, Котов красавец. Сапко зачеклил. Хабибов высоко против Самойла. Удавение. Самойла. 16-25. Первый гол Кирилла Самойла. Лучшего. Леополу среди в нашу чемпионату по итогам сезона. Снова 7 на 6 с пустыми воротами Моголевчане. Ну, тут уже не думает, наверное, Васильев о том, как догнает соперник. Тут просто понимает, что все-таки 6 на 6 тяжело отыковать его команде. Мало что получается. Все-таки 7 на 6 здесь чуть проще. Рискованно, да. Но вот Моторин не точно отпасывал партнеру. Тут повисли соперники. Игрок Машекин. Ну, и Котов не успел вернуться. Самойла второй подряд мяч оформляет. Ну, и вот минус 10. 16-26. Поднимает в атаку Васильев Даниила Секерича. Меняет он Моторина. Ну, откровенно говоря, много сегодня, конечно, Егор наошибался. В некоторых ситуациях просто не рисковал бросать. Один мяч в активе у Моторина. А Игорь попробовал так наблюдать за игрой. В полуприседе, будем так говорить. Осталось играть 7 минут с небольшим. Уже даже меньше 7 минут. И атакует Машека. Секерич. Нарушает правила Пушкин. 9 метров. Путевич. Секерич. Здорово на край. Но. Что но. 2 минуты. Пушкину дает суди. Удаление узка. Ну, это ни на что уже не влияет. Ну, да, за этот момент с Секеричем встретил соперник чуть-чуть жестко Пушкин. Двумя руками выигрывает. Там даже мальчик лица коснулся. Поэтому удаление получил. Вот и ворота вернулся. 6 на 5 играет Машека. Хабиба в розыгрыше. Секерич и Рабушка на полусредних. Буйкевич в линии остается. Ну, кстати, смотрю, что Даугердос вышел на левый край. Денис Даугердос. Денис Даугердос. Вот 27-й номер. На левом крое играет Машеки. Получит свое окровое время этот парень. Но на правом крое по-прежнему действует Даниил Кириченко. Там вопросы с мячом. Нужно его вытереть. Время остановили судьи. Потому что армейцы близки к тому, чтобы забрать свой очередной трофей кубковый. Понятно, 13 таких трофеев у Брестской команды. Армейцы в 98-й, 99-й, 2000-й, 2001-й год, 6-й, 12-й, 19-й. Это восьмой кубковый трофей будет в коллекции УСКА. Забрасывает свой мяч Денис Секерич. Второй его гол в этом матче. УСКА, напомню, меньшинство. Пошел Бохан играть в линию. Сапко, Хмельков, Самойло, Удавеня, Бохан и Шепеленко. Шестерка минской команды. Бохан не поймал передачу от Самойла. Пустые ворота. Но забрасывать можно, да, вот так. Спокойно Кириченко оформляет свой второй мяч в этом матче. Армейцы в мяч сице, поэтому уголки переснимали. Ошиблись и получили свои ворота. Заметил Кириченко, что пустая рама. Мимо Хмелькова мяч отправил Секер. Самойла. Высоко обороняется Хабибов. И отиден оборону Машеки. Сапко вышел из линии. Вот такой бросок от Удавени. Бежать, 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 бежать. Успевает игрок Машеки. И второй раз пустые ворота. Не получается забросить у Кириченко право Стасю, как он успел. Ну, Кириченко перебросом через Хмелькова бросал. То есть по парашютикам, да, Стасюк успел мяч смахнуть. Классный момент. Здесь, во-первых, да, Хабибов, красавец, достал мяч. Пасует. И вот так вот навесим Кириченко. А там Стасюк уже успевает снять этот мяч. Не пустить его в ворот. Мельков, Удавеня. Оформляет и Матвей свой гол в этом матче. Потому что Уска кто не забрасывал. Ян Сапко. Дмитрий Камышко он вообще не атаковал, в принципе. Пушкин и Бохан также. Вот сегодня, кстати, да, я отмечал линейных команды в предыдущем матче. В полуфинале против Гомеля. Сегодня вот ни одного мяча у Бохана и Пушкина нет. Вот такие два разных матча получается. Да, кстати, Бохан, что интересно, там ничего не вылавливал. Такие передачи были для Вячеслава, что он ничего поймать не мог. Сложно было сделать это. Рабушка, Секерич, Абивов. И это нарушение в атаке. Хмельков подставился грамотно. Ну что, осталась игра. Три с полной минуты. И будет завершен очередной гонбольный белорусский сезон. Девушки разгорали Кубок Новогрудки неделю назад. Гомель, сильнейшая команда страны, стала победителем турнира. А вот здесь у нас вторая команда чемпионата СКА оформляет свой восьмой кубок Беларуси. Брест стал лишь третьим. Напомнив, в матче за третье место БГК одолел Гомель сегодня. Ну а накануне Машека сотворил настоящую сенсацию. Обыграв Брещан 22-21. Гол Моторина победный в том матче. И вот сегодня поэтому мы смотрим не классическое белорусское противостояние последних лет СКА в БГК, а матч Машека-СКА. 18-27, минус 9 команда Васильева проигрывает и атакует. Ну что, дает время и Павлу Парфенчику, рулевой Магиневской команды. 47 номер, даже ведь без фамилии эта майка появляется на паркете. Левый полусредний. Хабибов, Рабушка на Кириченко, Рабушка и залетает мяч. Ну что, Рабушка получает в третий гол. Самойла, Самойла тоже оформляет свой третий. Самойла как-то так легко просочился и снова на минус 9 для соперника увел счет. Рабушка в линию, плохой пас, падение, но останется мяч у Машеки. Ну что, мы лишились матча СКА в БГК в финале. С другой стороны, спасибо Машеке за потрясающую полуфинальную группу. Мишковцев давно таких эмоций не было, честно говоря. Ну потому что, ну СКА может обыграть Брест, мы это знаем. Брест может СКА обыграть, тоже мы знаем. А вот СКА, команда, которая четвертая в чемпионате, с таким отрывом очком от соперника и обыграла чемпиона. Ну такие матчи редко у нас случаются, поэтому они, наверное, как раз таки целятся больше. Камышек в атаку пошел, наверное и он хочет забросить. Но нет, пошел меняться Дмитрий Камышек. Полтора минуты до конца игры. Удоверие. Самойла, Хмельков, Самойла. Бросает, забрасывает на плюс 10 команду, выводит. Самойла на четыре мяча. Сегодня здорово вошел в игру Кирилл. Накануне не очень получилось у него. Трабушка. Сброс. Все-таки точный сброс. И вот забрасывает этот Сэмул. 47-й номер, парнишка, да? Павел Парфинчик. Классно разобрался вот на ситуации со Стасюком. Последняя минута пошла игры. И спешит Ска в атаке. Но я думаю, что еще у Машики должна быть одна атака. Хмельков, Самойла. Довели до Шепеленко. Тот выбежал в центр. Самойла, Хмельков. И Хмельков в поток попадает. Подбор за Сапко. Сапко все-таки забрасывает свой мяч в этом матче. В итоге Камышики два линейных. Фушкин-Бухин без голову СКА в этой игре. 30-20. Интересно, да? С таким же счетом закончилась игра за третье место. В пользу Бреста. Ну что, армейцы восьмикратно обладатель Кубка Беларуси. По гонболу. Все-таки будут бросать могилевчане? Либо просто две минуты так вот до конца без броска. Счет красивый, да. Все-таки бросать не будут. Все. 30-20 в пользу СКА в финальном матче. Армейцы празднуют у себя Кубки Беларуси. Снова Могилев становится счастливой площадкой для команды Игоря Попруги. Еще раз скажу о том, что церемонию награждения вы увидите на Беларуси 5 интернет. Плюс в новостных выпусках наших. Ну и мы надеемся услышать все-таки тренер-победителя Игоря Попруга в нашем прямом эфире. Получает поздравления от коллег тренерской штабска. 30-20. Армейцы сильнее сегодня. Ну, Кривенко лучше бомбардер армейцы в этом матче. Правда, 9 мячей своих 10 он оформил уже в первой половине игры. Ну и прекрасная реализация 7-метровых у него была в этом матче, конечно. Кривенко лучше бомбардер армейцы в этом матче.